Я буду шуметь тогда. Здравствуйте, я рада здесь быть. Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, я начну мрачиться, если можно, чтобы потом не мрачиться заканчивать. Я надеюсь, что каждый из присутствующих в этом зале понимает, что вы воспринимаетесь эстонским государством как опасность его конституционного строя. Я лично об этом узнала из письма министра Лахера. Я поставила ей письмо с вопросом, почему меня сделали врагом государства, ежегодники полиции безопасности. Я получила довольно подробный, впрочем, не полный, но довольно подробный список собраний, в которых я участвовала, где я брала слово вопросу русской школы. И завершающий, так сказать, гвоздем в крышке этого письма было мое выступление на послугодней конференции соотечественников, где я, как написал Вахер, выступила с мощной речью и призвала, значит, соотечественников на помощь. Поэтому имейте в виду, что компания, в общем, достойная, но не вполне безопасная. Это, так сказать, для затравки. А вторая такая маленькая затравка, я была довольно давно, впрочем, в городе ТАПа. В городе ТАПа есть русская гимназия. Она так называется по недоразумению, потому что у меня есть только два способа обучения на русском языке. Раннее погружение и позднее погружение. Раннее погружение – это когда дети с первого класса вышли на эстонском. И, в принципе, если ребенок быстро думает, и есть поддержка, то это ничего. А есть позднее погружение. Это когда ребенок до пятого класса вышли на русском языке, а потом его хобой погружают в эстонский язык. И в результате это дети вообще не перестают разговаривать, что на всякие удивительные вещи. И мне там показали диктант одной девочке. Я не могу его забыть уже много месяцев. Девочка пишет диктант по русскому языку, и там есть такая замечательная фраза. Я буду произносить так, как у нее написано. ТАММ, ТАЛЕКО, ТЕРЕВО. Мама на это смотрит и говорит, я понимаю, почему ТАЛЕКО и ТЕРЕВО, потому что учителя – это акцент. А почему ТАЛЕКО с ДВУМЯ М? Она говорит, так это ж дуб. Я сначала тоже менялась, а потом чуть-чуть я влакала, потому что девочка в шестом классе. Это я к тому, что у нас проблемы русской школы есть, и я не буду их более описывать, потому что я думаю, что таких примеров у каждого из вас довольно много. О ситуации в ТАЛЕКО и в НАРЛЕ вы, наверное, все знаете, благодаря нашим средствам массовой информации. В ТАЛЕКО были поданы ходатайства 11 гимназий, из которых 9 просили сохранить язык обучения русский, а 2 хотели двуязычное преподавание, то есть половину на половину, 50 на 50. И в НАРЛЕ было, по-моему, 6 гимназий, которые подавали ходатайство русского языка обучения. Всем было отказано, причем отказ очень сильно затянулся. Мы специально не подавали ходатайство до выборов, чтобы тему не паратизировать и не давать повода сразу Лукасу вскакивать на коня с саблей, значит, на голову и кричать, не пущать. Мы подали сразу после выборов, это было в апреле, и мы надеялись, что 1 сентября какая-то ясность будет. Ясность наступила в конце декабря, и то после моего обращения к канцлеру права, с тем, чтобы не поторопить ли нам правительство, потому что он еще очень долго думает. И одни фон теперь тянется в суд, и все это может тянуться очень долго. Но у всего этого дела есть фон, и фон очень неприятный, и о котором мы на самом деле мало знаем, но мало говорим. А именно, преслабутая реформа школьной сети, задуманная министром Аркесу. Министр Аркесу, в этом смысле напоминает мне героя моего любимого детского фильма, старый солдат, который не знает слов любви, сказал, сделал. Вот у Министр Аркесу замечательная программа, и программа эта будет реализована, скорее всего. Согласно этой программе... Не мой ли это телефон? Нет, не мой. Согласно этой программе у нас будут отдельно округа гимназические и округа для основных школ. Основных школ будет в штуках больше, чем гимназий. Если мы возьмем карту Эстонии, мы на ней можем мысленно нарисовать две системы округов. Округа для основных школ и округа для гимназий. И они не обязательно совпадают между собой. Более того, они не обязательно существуют в рамках единиц местного самоуправления. Они могут включать в себя две волости, две с половиной волости, полтора города, как угодно. Как карта ляжет. Логика здесь такая, если мы говорим только о гимназии. В гимназии в трех параллелях должно быть вообще по Эстонии 252 ребенка. Ну, ребенка, они уже не дети, взрослые люди. А если мы говорим о Перму, Таллине и Нарве, то 540 учащихся. Это такая арифметика. И Аверсу абсолютно четко сказал, что эта арифметика будет реализовываться посредством бюджета. То есть, если местные самоуправления заключают договора о создании таких образовательных учреждений, они получают деньги. Если нет договоров и заключения, сейчас я вам просто расскажу, что ждет какие-то конкретные самоуправления. Ну, не знаю, там, город Пярмур, да? Сегодня в Пярмур шли гимназии. В этих шести гимназиях учатся 1420 ребенка. Если мы это тупо разделим, извините за этот свенг, на количество детей, которые хочут арифметику, мы получим одну-две гимназии. В Пярмур-Ма 7 гимназий. Будет одна. В Тарту-Ма, в Тарту-Ма, не в городе, 11 гимназий. Будет одна или две. В городе Тарту-Ма 15 гимназий. Будет 6. Когда я говорю, будет, вы понимаете? Это просто мы взяли, то есть, имейте в виду, мы просто взяли, так сказать, формулу адекса, взяли имеющиеся школы и посчитали. Видавирума. Сегодня есть. В Ехве, в Тойла, в Кивиøле, в Силаме, в Силаме, в Абинурме, Високу, в Нарваясу, Вазаре, Глюка, Нузеф, Ехве, Кивиёле. Одним словом, 19 гимназий. Будет от одной до пяти. В городе Нарв 10. Будет одна. Последняя. В Таллине 60. От одной до шестнадцати. Мы позвали министра Алипсу во фракцию. Он нам эту схему представлял. Чем он ее объясняет, я вам не стану пересказывать. Детей мало, ну и всякое прочее. Мы с ним немножко по поводу повторили в зале заседаний. Он сказал мне на мой вопрос, отвечая, что вы не можете съесть обед, за который вы не заплатили. И если у нас в Эстонии мало детей, то мы не можем себе позволить держать дети в школе. Я, конечно, была очень злобная и многодетная. Сказала ему, что это, по-моему, вы платите. Едите мой обед, потому что это ведь я рожаю многоплательщиков, а не вы мне. Потому что у меня их пятеро, так дайте им школы. Они не сошлись во мнениях, естественно, с ним вообще трудно сойтись во мнениях. Но вся эта схема, она вообще не предполагает разделение на русский и эстонский гимназий. В принципе. То есть просто все свалено в одну почву и разделено. И когда я задаю вопрос Алексу, что хорошо, у нас есть, предположим, карта Эстонии, есть округа основных школ, есть округа гимназий, значит, должны быть, по идее, и округа для русских основных школ, и округа для русских гимназий. От ответа он уходит. То есть понятно, что вся эта система как бы катится к тому, чтобы, принеся в жертву какое-то количество поколений русских школьников, оставить только эстоноязычное образование. И, возможно, в перспективе, я не умею сказать длину этой перспективы, может быть, даже это и нормально. Я боюсь просто что-то про это буду говорить. И вот на таком вот как бы фоне мы со своей, значит, борьбой за русские школы. Я такой совершенно без иронии. Просто вопрос в том, что на пути вот этого катка политической воли правящей коалиции, мы с этой русской школой просто болтаемся у всех под ногами. И мы им ужасно мешаем, и нас поэтому стараются изо всех сил дискредитировать самыми разными, самыми дикими способами. И, в принципе, если, ну там тот же ежегодник КПО взять, я очень извиняюсь, я об этом уже где-то говорила и в телевизоре, и скажу еще раз, так и есть, что для многих русских это такая доска почета. А для эстонцев совершенно наоборот. И если мы посмотрим на тот же рейтинг моей любимой Центринской партии, который за месяц упал на 6%, и мы сопоставим этот факт с датой выхода ежегодника полиции безопасности, то понятно, что идет как бы давление совершенно целенаправленное. И в этом смысле как бы довольно трудно. Если мы говорим о том, вот меня сегодня спросил Владимир Вангов, когда мы тут пили кофе, сказал, что вот значит он там спорил с Лобовым, чего же вы хотите, да, защитники русской школы. Я очень хорошо понимаю, что я хочу. Я хочу, чтобы все это остановилось, чтобы мы это остановили, эту реформу, чтобы мы проанализировали ситуацию, промониторили, поняли, как у нас вообще с подготовкой учителей, как у нас со знаниями учащихся, и чтобы была наконец разработана программа развития русской школы и студии. Она должна быть. Даже если школа будет полторы, все равно она должна быть, потому что есть люди, для которых это важно, для которых это как бы вопрос, не знаю, в дальнейшей жизни, да. При этом, альтернативы, которые предлагаются, ну типа там, не знаю там, изучение языков при каком-нибудь замечательном заведении по воскресеньям. Я считаю, что это не выход, потому что за деньги любым проблем можно решить. Я хочу, чтобы у ребенка учили бесплатно. Я плачу налоги. Понятно, что если не будет русских школ в Эстонии, ну лично я, или там лично Андрей Красноглазов, или лично там кто-то еще, мы свои проблемы решим. Мы, в общем, вполне в состоянии это сделать. А вот проблема, так сказать, общины глобальной это не решит. Тут есть еще один момент, наверное, вы об этом читали. Мне принесли на плюс, и я не знала. Соглашение межправительственное, заключенное между Россией и Эстонией в 1994 году. Было правительство Марта Лара. Когда соглашение было достигнуто и подписано. А вступило оно в силу через месяц уже при правительстве Таранде. Подписал его от Эстонии Петер Олеск. От России тогдашний министр образования. В этом соглашении очень смешно читать. Потому что по сегодняшним меркам оно, полностью все соглашение и все его подписанты заслуживают отдельной главы ежегодники полиции безопасности под заголовком подрывка институционного строя. Потому что в этом соглашении написано, что наши оба государства оказывают помощь государственным школам другой страны, соответственно, эстонским и российским, где ведется преподавание на этом языке. Более того, они готовят учителей, они печатают учебники. И когда я сейчас пытаюсь себе представить, что вот, значит, у нас в России нам готовят учителей и печатают учебники, а мы тут по ним учим, это совершенно нереально. Это было почему-то реально при мартилларии. Я понимаю, когда выходили войска, надо было как-то лебезить, приседать. Но, в общем, такая бумага существует и она действует до сих пор. Что самое удивительное, почему-то я буду писать там до конца своих дней с двумя М. В общем, наверное, ничего страшного. В конце концов, мы знаем, что есть в мире страны, где дислексия считается совершенно нормой, где ею страдает как бы каждый третий. Но вопрос в том, удастся ли нам хоть какое-нибудь поколение уже родившихся детей прилично образовать на русском языке. И лично для меня вопрос еще в том, насколько это на самом деле нужно русской общине. Потому что, когда я вижу, как на пикеты в защиту русской школы приходят делегации дома престарелых, мне очень грустно. Потому что, когда стоит бабулька с плакатом, хочу учиться на русском языке. Я с большим уважением отношусь к ним, но я не понимаю, где родители, я не понимаю, где школьники. И если им это не нужно, то, собственно, ну тогда не нужно. И поэтому для меня, например, будет, наверное, очень важный вот этот момент. 30 мая у нас как бы запланирован на Томпе перед парламентом митинг в защиту русской школы. Но если там будет 100 человек, я лично для себя сделаю какие-то выводы. Потому что, когда я читаю в том же ежегоднике полиции и безопасности, что там Михаил Кыворот инициировал там то-то и то-то, но это не нашло поддержки. Ну, тогда как бы что говорить. И в завершение моей любимой истории я уже рассказываю ей миллион раз, скажу, миллион первый, про увольщицу, которая убирала у нас в редакции, полупа убирала пиловодку. Она приходила и говорила, Яночка, сразу бы я так жила, если бы я знала эстонский. И в этом смысле, когда берут своих детей за руку, ведут их в эстонские школы, бросают их туда как щенков в эту эстонскую школу, сами не в состоянии этим детям помочь. В пятом классе начинаются проблемы, логопед не знает, что он с ребенком делает, у него не того языка, а не этого и так далее. Это все есть действительно. Но если посмотреть просто на реакцию нашего общества, коллектив судовой договор, шахтеры садятся в автобусы и 20 автобусов приезжают в Талин. Значит деньги это важнее. Но если деньги это важнее, значит мы этого достойны. Спасибо. Ты рассказывала обо всем Совету Русской Школы Эстонии? Нет. Меня рассказывают там, Миша, куда меня зовут. Вы позвали, я вам рассказываю. Скажи пожалуйста, ты знакомилась с тем планом, который предлагается словом Дмитрия Михайловна от имени Совета Русской Школы по реформации образования? Нет. Ну коротко это выглядит так. Обложить русскую общину Данию на содержание трех гимназий на всю Эстонию, трех русских гимназий. И четвертую гимназию русскую частную создать для богатых придурков. Вот сейчас, ты говоришь, надо прийти там 30-го числа поддержать вас на митинге. На митинге в защиту русского мнения. Не, я понимаю. У меня все хорошо, Миша. Я понимаю, да. Но вот я иду за что? За что голосовать? За три русских гимназий частные? И за обложение русской общины Данию? И за одну частную гимназию для придурков? Или я иду голосовать за то, что мы объединяемся с эстонцами и пытаемся спасти вообще образование в Эстонии? Да, вижу. Я хочу понимать, за что я иду туда вот голосовать. Ну, за что вы говорите? Мы должны вообще спасти образование в Эстонии. Я прошу прощения, я попытаюсь ответить. Я попытаюсь ответить. Конечно, Миша, в твоем изложении план Михайлова выглядит кретинским. Извините за выражение. Но! Я тебе на слово не поверю, я на слово не верю никому. Я сначала прочитаю по поводу Михайлов, а потом тебе отвечу. Хочешь личное, а хочешь письменное где-нибудь на каком портале. Просто то, что ты говоришь, да, звучит нехорошо. Что касается частной гимназии, я, хорошо, что ты сказал. Я, воспользуясь случаем, еще раз скажу. Когда Тарлинг говорит о создании частного лицея, речь не идет о платном лицее. Речь идет о том, что по закону частная школа можно сама выбирать язык обучения. И если школой владеет муниципалитет, это спространяется и на такую школу тоже. Поэтому, когда я вижу в комментариях, что центристы будут создать платную школу, это неправда. Речь идет о форме собственности, которая позволяет объехать это для новейки. Ну, как бы надо, да? Мне кажется, что... Ну, что делать? Во-первых, нужно объяснять эстонцам, когда я говорю, у них тоже глаза квадратные. Потому что на самом деле ужас. Это смерть образовательной системы в принципе. Я уже говорила о том, что это полностью опустошает регионы Эстонии, и так это не очень, потому что населенные. Если у нас чуть не половина населения в Таллине, то есть, вы же знаете, зимой едешь по Эстонии, как по пустыне. Вообще ничего нет. Километр, десяток метров, ничего не происходит. В этом смысле я думаю, что на самом деле эстонцы нам союзники, но они об этом очень мало знают. А то, чем сейчас занимается полиция безопасности в лице вот этих вот ежегодников. Правильно. В лице не могут быть ежегодники, но у меня, простите, доинтегрировался. На самом деле это просто людей пугают. Они предстоит вообще что-то воспринимать, потому что их напугали, что тут волосатая рука Кремля лезет и душится. И теперь уже разговаривать очень трудно с ними. А как ты считаешь, почему гражданская активность так низка? Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, что люди себе отрастили в душе такое маленькое государство и очень его опасаются. Причем, когда Таллинн, Институт открытый Эстонии по заказу Таллина делал исследование в прошлом году по поводу отношения родителей к школе, то оказалось, что русские родители относятся к школе как институту государства. То есть точно так же, как к департаменту гражданской миграции, как к налоговому департаменту. Для русских родителей школа – партнер, а для русских родителей школа – это государственный орган. И в этой ситуации, как бы, ну, понятно, да? Диалог совершенно другу, вообще диалога нет. Спасибо. Очень хорошая объяснение. Поэтому я обращаюсь вообще не к организациям, а просто к конкретным людям, которые здесь в зале сидят. Я хожу на все собрания, на любые собрания, пойду к скинхедам, если меня позовутся к этой русской школе. В этом смысле… Простите меня… … …